Алина Аркадия. Режим «Любовь». Глава первая. Прозвенел звонок, извещая всю школу, что урок окончен. Восемь лет здесь работаю и каждый день мечтаю о кабинете в другой части школы. Дребезжалка над моей дверью порядком достала, будто по внутренностям звенит. Шестой урок окончен, это означает, что можно расслабиться, проверить тетради и отправиться домой. К тому же сегодня пятница, что прибавляет настроение. Шестой класс. Домашнее задание, упражнение 306-308. Увидимся с вами через три недели. До свидания. Дети, ошалело, уставились на меня изо всех сил, стараясь скрыть радость от услышанного. Но да, не будут лицезреть меня так долго, отсутствие уроков русского языка и, соответственно, домашнего задания. Черт бы побрал эти курсы. «Апрель, можно сказать, учиться-то всего ничего осталось, а меня отправляют в Москву. Не хочу. Как же я не хочу?» Отбрыкивалась руками и ногами, да всем телом можно сказать, но директор упрямо настаивал на том, что я должна поехать. «Видите ли, меня записали, без моего ведома, а теперь я должна с горящим энтузиазмом взглядом получать новые, совершенно ненужные мне знания». Кабинет наконец-то опустел, и наступила блаженная тишина. Шесть уроков, и голова гудит, будто самолет. Сейчас проверю тетради, чтобы не оставлять на потом, и с чувством выполненного долга отправлюсь домой. «Лер, ты всё?» В двери просунулась блондинистая глава Нины, коллеги и соседки по кабинету. «Докинешь меня домой?» «Конечно, погоди, вот восемь тетрадей осталось». «Да брось ты, всё равно в понедельник уедешь, потом как-нибудь». «Не хочу, но потом оставлять, пусть всё будет сделано». «Я вздохнула». «Мы устали. Все. Конец учебного года давался тяжело и нам, и детям. На улице полноправно хозяйничала весна, и детвора по звонку выскакивала на школьный двор побегать, попрыгать и подышать воздухом. А потом запыханная и вспотевшая неслась на уроки, принося в помещение не слишком приятный запах человеческого тела. Я аллергик, и запахи тоже входят в мой список неприятных последствий». «Игорь Сергеевич не передумал?» Нина уселась напротив меня за парту, ожидая, когда я закончу. «Ну вот зачем эти курсы в конце учебного года? Не понимаю». «Сама не знаю. Ходила вчера снова к нему. Не преклонен». «Надо ехать, и всё тут. Всю зарплату оставлю в этой Москве. Не могли вот в нашем городе организовать. Мало того, что квартиру снять нужно, так ещё и на питание требуется. А дорога?» «Даже думать страшно. Кстати, ты номер хозяйки квартиры нашла?» «Ой, хорошо, что напомнила». Женщина всплеснула руками и полезла в сумку. «Вот, держи. Хозяйку зовут Ирина. Осенью, когда ездила на курсы, жила у неё». «Двадцать пять тысяч за двадцать дней в Москве достаточно бюджетно, я тебе скажу». «Комната нормальная. Скромная, ничего лишнего, но есть где спать. Стол и шкаф. Кухня общая, но ты же там разготавливаться не будешь. Чисто перекусить». «И от этой квартиры всего три квартала до опорной школы, где будут проходить курсы. На транспорт тратиться не нужно. Хоть какой-то плюс». «Ну да. Плюс, который в конце месяца для меня станет офигевшим минусом. Финансовым. У меня были совсем другие планы на зарплату в этом месяце, а тут...» «Чёрт. Снова пронеслось в моей голове в который раз за эту неделю, ну и следом пару матерных слов. Кто сказал, что учителя не должны материться? Никто. А я, как учитель русского, вообще знаю полный матерный и применять, кстати, тоже умею». «Ну ладно тебе, Лер. Ну не надо. Всё уже решено. Ехать же нужно. Во всём нужно искать плюсы. Какие, например?» «Пока ни одного плюса никак не находилось. А вот минусов – вагон и маленькая тележка, бессмысленно потраченная зарплата, бензин до Москвы и обратно, и двадцать дней жизни в квартире с незнакомым мне человеком. «Ну, может, познакомишься там с кем-то. Это всё-таки Москва, а не наш затрапезный Александров». Подруга смотрела на меня умаляющим взглядом. Всю неделю она меня подбадривала, настраивая на позитивный лад, но лад как-то не настраивался. «С кем, Нин? Чтобы познакомиться, нужно куда-то пойти, в кафе, ночной клуб или ресторан, а денег и так в обрез. Хоть бы на всё хватило». «Не хватит», – тут же подумалось мне. «Зарплата у меня была нормальная для нашего города, но не для Москвы». «Всё бывает в этой жизни, знаешь? Вот стоишь ты на улице, например, ждёшь транспорт, а тут хоба, и к тебе мужчина подходит красивый, и давай знакомиться». А потом выясняется, что он какой-нибудь тайный миллионер. Нина хитро прищурилась, перейдя наш опыт. «Нин, тебе чё, 16 лет в такое верить? Ну, вроде 35, как-никак, а всё о принцах фантазируешь». «Не, ну ты читала истории всякие в интернете, как миллионеры на простых девушках женятся, с которыми чисто случайно познакомились? Вот может, и у тебя так получится. Ну, Лерка, ну хорошо уже раскисать. Ехать всё равно придётся. Не порть сама себе настроение, а...» «Ладно, Нин, я уже почти смирилась. Мать тоже меня настойчиво отправляет в Москву. Мол, до столицы чуть больше шеста километров, а бываем там раз в пятилетку по заказу. Говорит, погуляешь там, посмотришь, как люди живут. Можно подумать, они там живут как-то по-другому. Ладно, поехали уже». Спустились с третьего этажа, перед этим пройдя по длинному коридору. В школе тишина, лишь кое-где слышны голоса в кабинетах. «Подожди, бумаги командировочные заберу у секретаря», сказала Нине и, открыв скромную дверь в конце коридора, заскочила к Наталье. «Документы были готовы. Направление и ксерокопии всего возможного, что могут потребовать от меня». Расписалась в каком-то приказе, потом ещё в двух. Впрочем, как обычно, подпись ставили не читая, привыкли. Попрощавшись с Наташей на долгих три недели, пошла на выход из здания. Нина уже стояла возле моей машины, сминая в руках кожанку и большую сумку. И ещё не доходя до автомобиля, разблокировала замок, и подруга тут же юркнула на пассажирское сиденье. Шла и любовалась. «Моя машина». Только-только выплатив автокредит, теперь радовала себя мыслью, что это моё полностью. Три долгих года работала на своё автотранспортное средство, отказывая себе во многом, экономя на одежде, косметике и развлечениях. Всё вкладывала в неё, в родимую, чтобы теперь считаться полноправным хозяином. Нина мне много раз повторяла, что я сама взвалила на себя такую сумму, а могла бы, как все, ездить на общественном транспорте, но я не хотела. Мне нужно было что-то своё, добытое своим трудом, и я хотела водить и иметь свою машину. К тому же для меня, как для аллергика, поездки в городском транспорте зачастую превращались в пытку. Чересчур надушенная бабулька духами а-ля «красная Москва» могла с лёгкостью стать причиной моего аллергического приступа. Поэтому при покупке машины думала не только о комфорте своей пятой точки, но и о здоровье. В Москву тоже решила ехать на машине. Дорога недолгая, да и навигатор мне в помощь. Тем более всё необходимое можно запихнуть в машину, а не тащиться с огромными сумарями, как вьючное животное. «Когда выезжаешь?» Спросила Нина, только мы отъехали от школы. «В понедельник рано утром, часов в шесть. Два часа до столицы, но и там, с учётом пробок и заторов, пару-тройку часов. И заселиться ведь нужно. Занятие не с первого дня, нужно просто зарегистрироваться сначала. Сказали, до шести вечера включительно можно. Думаю, всё успею». «Что-то ты рано выезжаешь. На машине-то всё успеешь вовремя». «Сама знаешь, не люблю опаздывать. И ещё больше не люблю, когда опаздывают другие». Многозначительный взгляд на Нину. «Знаю, знаю. Пунктуальная ты наша». Улыбнулась подруга. «Знала, это камень в её огород. Заезжая за ней каждое утро, мне приходилось ждать, пока эта капуша выползет из дома. Остановилась на обочине, чтобы высадить подругу. Она жила в десяти минутах езды от школы, а мне тащиться почти на край города. «Ну всё, Лерка, давай, удачи там. Звони, пиши, присылай посылки». Она крепко меня обняла. «И я тебя прошу, если вдруг мужчины будут знакомиться, не отшивай. Присмотрись, прощупай, может, что стоящее. А то твоя обречённость достигла уже такого дна, что ты даже несмотря на мужика нафиг посылаешь». «Ладно, ладно, иди уже. Буду смотреть на подходящих мужиков в оба. Вдруг и правда, что рассмотрю». Мы дружно рассмеялись, обе понимая, что я там собралась рассматривать. Дверь машины закрылась, и я покатила в сторону дома. Включила погромче музыку, напевая песню, игравшую по радио, закурила сигарету. «Да, я курю. Много лет не могу избавиться от этой пагубной привычки, да и не хочу, если честно. Мой последний бывший и таблеточки мне покупал, и книгу предлагал прочесть, чтобы я избавилась от своего пристрастия, но нет.